Телерадиокомпания Чуваши сегодня приготовила особый подарок для юных жителей республики. В День защиты детей ведущие Таванрадио уступили эфир детям. Ребята начитывали прогноз погоды, культурную афишу, работали в прямом эфире. Тему продолжит Мария Шоклева. О, привет, 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 привет. Так, ну что, готовы? Да. Братья Никита и Данила Васильевы телеведущие со стажем. А вот в радиоэфире до сегодняшнего дня работать не приходилось. Хорошо, что рядом наставники, Аня и Максим. Они и микрофон настроят, и музыку запустят. Остается только поддерживать разговор. У вас есть такое понятие, кто старше? Конечно, есть. У него больше права голоса, да? Да, но младший все равно не слушается. Отлично. Ты бы воспитываешь? Да. За час работы в утреннем шоу «Будильники» ведущие успели потанцевать и своими впечатлениями поделиться. Сегодня прямой эфир. Каково это, Никит? Это очень страшно. Сразу теряешься. Даже не знаешь, что сказать. Все мысли, которые у тебя были говорят, сразу пропадают. И что же делать? Импровизировать. Да. Говорить все, что придет первое в голову. Когда задала им вопрос, сколько лет они работают на телевидении, они ответили, больше семи. Я, наверное, даже меньше работаю на радиостанции. Поэтому они молодцы. Очень уверенно держатся. Хорошо говорят. Отличная подготовка была проведена. Но не все так радужно. Прямой эфир – это работа без права на ошибки, которые все же иногда случаются. Данила сначала даже не понял, что произошло. Мы поздравляем всех детей с Днем Защитника Отечества. Желаем хорошо провести каникулы. Почему бы и День Защитника Отечества сегодня тоже не сделать? Потому что есть детки и мужского пола тоже. Это будущие Защитники Отечества. А так Международный день защиты детей. Впервые 50% эфира мы решили отдать детям. Впервые истории Тыванрадио. Ну вот если представить, школьные годы. Чем они запоминаются? Днем самоуправления. Его так все ждут. Мы решили, почему на радио не провести такой день. Что касается темы, которая будет у нас в эфире с ребятами обсуждаться. Все хотят кого-то завести, чтобы у них кто-то ползал, летал, кричал, гавкал. Ну хорошо, да. Дети решили, мы будем обсуждать эту тему. Я уже стала большой, я до сих пор люблю своих рыбок. И ухаживаю за ними, кормлю их, там стекла. Ребят, слушайте, ну я вам не верю, что именно вы ухаживаете за своими домашними питомцами. Потому что вы только клянчите, просите, купи, купи. А потом все ложится на родителей, на маму, на папу. День радио самоуправления завершился настоящим проблемным ток-шоу. Но несмотря на все споры в эфире, в жизни ведущие разных поколений дружат между собой. Ребята вдохновляются профессионализмом взрослых, хотя в свою очередь детской непосредственностью и позитивом. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Борис Андреев, Республика.